Шесть рязанцев стали лауреатами премии Академика Срезневского в этом году. Первую присудили профессору Рязанского госуниверситета Виталию Лаврентьеву, автору многочисленных книг по русскому языку и исследователю жизни Срезневского. О сделанных им открытиях расскажет Анжелика Королева. Получив премию за собственный вклад в реализацию дей знаменитого филолога Измаила Срезневского, Виталий Лаврентьев сейчас переживает за судьбу труда чужого. В прошлом году профессор кафедры русского языка РГУ стал рецензентом учебника, написанного на Украине. В Крымском институте после дипломного педагогического образования авторский коллектив написал учебник по русскому языку. Мы этот учебник просмотрели, дали положительные заключения и по результатам конкурса данный авторский коллектив был награжден, отмечен. Тогда книгу утвердили и отправили в печать. Какова ее судьба сейчас в связи с событиями на Украине неизвестно. Виталий Лаврентьев говорит, русский язык один из интереснейших в мире. Его особенности можно изучать на протяжении всей жизни. Любой язык, в том числе и русский, точно так же, как и живой организм. Он растет и развивается. Поэтому и русский язык, какие-то слова приходят, какие-то уходят за употребление. Это было всегда, это будет, это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что действительно в последнее время, к сожалению, стало очень много заимствованных слов, на мой взгляд, абсолютно ненужных, потому что есть русские слова, называющие те или иные понятия. Но, тем не менее, опять же, как любой организм, язык со временем сам оставит то, что нужно и избавится от того, чего не нужно. В Рязанском госуниверситете изучению языка уделяют большое внимание. Материалы для музея знаменитого языковеда Измаила Срезневского собирали в течение 25 лет. Уникальные открытия делают и сейчас. Например, год назад удалось заполнить белое пятно в генеалогическом древе выдающегося ученого. Обнаружились потомки одного из восьми сыновей Срезневского. Старший сын Владимир, он был известным статистом при царе, и он первый эмигрировал во время революции за границу. И вот теперь нашлись корни Срезневского в Бразилии, и мы получили уже письмо из Америки, в котором прислана удивительно интересная фотография рода Срезневских, семьи Срезневских, по которой мы действительно верим в то, что это тоже последователь наших, так сказать, рязанских корней. Сегодня потомки Измаила Срезневского живут по всему миру. Самому младшему сейчас всего один год. И пока его еще не успели вписать в генеалогическое древо великого ученого. Но сотрудники РГУ верят, возможно, через десятки лет будут создавать биографии потомков нынешних ученых, например, таких, как Виталий Лаврентьев. Анжелика Королева, Артем Королев, Вести Рязань.